Релиз подготовлен специально для сайта Reaper.am. Да-да! Здесь никогда не бывает жарко. Здесь полгода ночь и 9 месяцев зима. Здесь местами вечная мерзлота, а местами на сотни километров снег и лед. Но человечество стремится сюда, потому что с каждым веком цена этих мест все выше и выше. Субтитры создавал DimaTorzok Пишут о том, что это вообще-то там подземелья огромные, заводы затопленные, то есть это уход туда. Пройдет тысячу лет и придут сюда археологи какие-нибудь. Придут, сядут и будут обмерять это все, голову ломать, что это такое? Что это за цивилизация там в 19 веке строила? Будут на зубный анализ этот бетон брать. Тысячи лет не прошло, не прошло даже 70, но никто уже почти не знает толком, что это за мистические круги на Кольском полуострове. Главная народная версия – посадочные площадки для летающих тарелок. Но правда проще и страшнее. Загадочные круги – это следы самой кровавой битвы за русский север. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий. При этих кадрах сразу вспоминается карта первых дней Великой Отечественной войны. Стрелки вражеских армий тянутся к сердцу страны Москве и к колыбели трехреволюций Ленинграду и на юг к бакинской нефти. При этом мы как-то не привыкли смотреть на север. На севере в Мурманске знают – немцы стоят в Норвегии. Немецкие истребители летают над самой границей уже несколько недель, но сбивать их запрещено категорически. Гитлер не зря держит свои войска здесь. Никель. Вот что нужно немцам для брони танков и обшивки подлодок. У немцев нет никеля. Они из Латинской Америки вынуждены ввести деньги, никелевые монеты и переплавлять их на металл. А на русском севере никеля полно, как и другого цвет мета. Гитлер. Мурманск должен быть захвачен в первые же три дня. Германская армия въезжает в Советский Союз, как огромный танк. Его не остановить. Захваченный юг России и Украина, главная житница Советского Союза, Ленинград в блокаде, немцы приближаются к Москве. Это катастрофа. Рыбачий. Кто помнит теперь это название? Северный полуостров Рыбачий на Кольском. Хребет Муста-Тунтури. В 41-м году здесь граница СССР. И единственное место, где немцев остановят в первый же день их наступления. И будут держать всю войну. На этих нескольких километрах в день мы будем терять по 800 человек, летом 41-го. 30 метров между немцами и нашими. Но немцы наверху в сопках, а наши внизу, как на ладони. Погибших вытаскивали при помощи крюка. То есть крюк, веревка. И кидают. За что зацепили, тащат. За что зацепили, тащат. И немцы также вытаскивали. Там у вас такой крюк? Да. И были случаи, вот ветерам рассказывали, когда крюки кидают, допустим. И крюки встречались, цеплялись немецкие крюки, наш крюк. И тянули туда-сюда, туда-сюда. Но люди, которые здесь воевали, их-то надо было бы обеспечивать боеприпасами, кормить их, надо было все это носить. И вот эту работу выполняли ботики, так называемые. В основном это были штрафники. Вот мы, если в средней полосе штрафники скупали кровью, там, свою вину, то здесь они носили сюда продукты под обстрелом. Многие погибали. Ну, считалось, если он трижды сходил и остался жив, то, в принципе, ему прощали вину. И вот один ботик, и немцы стали над ним издеваться. То есть они... Он упадет, допустим, очередь, он падает. Как только он поднимется, пытается идти, немцы дают очередь, но не стреляют по нему, вот, а хотят, чтобы он опять упал, то есть, ну, где-то под ноги там очень пускают. Он опять падает. И вот так он падал, падал, и это видят все. И немцы видят, и наши видят, наблюдают за этим ботиком. В конечном итоге он поднялся, достает из-за пазухи бескозырку, снимает шапку, надевает бескозырку и идет. Немцы стреляют справа, слева, перед ним, значит, там, над головой, а он идет, на виду у всех идет. И немцы перестали стрелять. Случайный человек сюда, по северному бездорожью, не доедет. Поэтому практически все на хребте Муста-Тунтури осталось на своих местах, как 65 лет назад. Доты, укрытия для пулеметчиков, по земле все так же разбросаны гильзы. Только людей нет. Гитлеру нужен Мурманск. Единственный, пока еще свободный для Советского Союза, выход на запад. Закрыть этот выход и взять мгновенным ударом Мурманск должны лучшие немецкие части, элита элит, горные егеря генерала Дитля. Корпус горных егерей. Универсальные солдаты, готовые для войны в самых тяжелых условиях. Строжайший отбор. Умеют быстро двигаться в горах с тяжелым снаряжением. Суперэкипировка, защитные очки, горные ботинки на двойной подошве, непромокаемые куртки и штаны. Двусторонние. Белая сторона для маскировки в снегах. Белым также красят лыжи и оружие, которого с собой предостаточно. Все егеря – альпинистые лыжники. Они пройдут там, где встанет техника и куда невозможно проникнуть. Их боится вся Европа. Они уже взяли для Гитлера Крит, Балканы и Норвегию. Корпус горных егерей – идеальная машина для захвата русского севера. У наших солдат летом 41-го года дефицит абсолютно всего. Не хватает винтовок и патронов, просто не хватает людей, почти нет квалифицированных офицеров. Вроде бы у русских нет ни единого шанса. Мощными залпами артиллерии, загрушительными ударами с воздуха, огнем и стальными гусеницами танков прокладывался путь советской пехоти. Меня немцы убили 28 июля 43-го. Отомстите за меня, за всех погибших. Я один остался, раненый в голову и руку. Возможно, я умру. Русский. Родителей нет. Виноградов. Жалей детей, то письмо береги. Покажешь им, когда будут большие. Филипп. Я умираю без страха. Мужайтесь. Колодин. Эти предсмертные записки были найдены здесь, в долине реки Западная Лица. В советское время ее пафосно называли Долина Славы, хотя народ честно говорил Долина Смерти. Здесь полегли 72 тысячи человек. Плохо одетые, плохо вооруженные советские солдаты здесь необъяснимым образом сумели остановить корпус немецких горных егерей в 70 километрах от Мурманска. Отцу пришлось зэков освобождать, не освобождать, а вооружать в начале войны. Человек, который вооружал зэков, адмирал Арсений Головко, в 40-м назначен командующим Северным флотом, 34 года. За год, оставшийся до войны, он строит почти с нуля всю инфраструктуру флота, а за день до начала войны, он объявляет боевую готовность номер два и тем самым спасет много жизней. Головко любят на флоте и недолюбливают в Москве. Больно уж своеволен. Вон, выдал зэкам оружие и отправил из лагерей на фронт. Берия собирался разбираться с отцом, потом жаловался Сталину, на что, опять же, по слухам, Сталин ему напомнил, что вообще насилие немцев остановили в остальных местах нет. Вот что, Лаврентий, победителей не судят. Займись, делай. Северный флот Головко, самый молодой, окажется в войне и самым эффективным. Он выиграет битву за Север. В августе 41-го, через два месяца после начала войны, в Порт-Архангельска приходит большой караван судов из Европы. Это первый полярный конвой. Это, конечно, все-таки счастье, что была такая любовь. Конечно, это большое счастье. Что ты? Это большое счастье, когда тебя посещает такое чувство. Это великое счастье. В 41-м ей было 19 лет. Тогда Людмила Михайловна, Людочка Хохлина, учила английский язык, работала в архангельской гостинице «Интурист» и собиралась замуж за летчика. Я не хочу сейчас ничего о нем знать, потому что это только... Конечно, конечно. Конечно, что-то здесь будет болеть. Сердечко будет болеть только от этого. Человек, о котором она так до боли в сердце не любит вспоминать, это не советский жених-летчик. Это английский капитан Питер Сквайр. Он прибыл в Архангельск из Англии в августе 41-го года с самым первым полярным конвоем. В начале войны нам почти нечем воевать. Эту проблему должны помочь решить наши союзники, Англия и Соединенные Штаты. Нужно поддержать Советский Союз. Кто еще сможет остановить Гитлера? Полярный конвой — это караван из 15-20, иногда больше, английских или американских судов. Они везут в СССР танки, самолеты, автомобили и продукты. Не в подарок, а в долг. За всю войну будет 75 конвойных рейсов, которые привезут почти 4 миллиона тонн грузов. Конвой идет очень сложным и опасным маршрутом. Выходит из Шотландии или Исландии, огибает Скандинавию и приходит в Мурманск или Архангельск. На карте все просто, но приходит не всегда. За войну погибнут 85 торговых судов и 16 боевых кораблей. У моряков с погибших кораблей мало шансов спастись. Минуты — это Арктика, температура воды плюс 3, не выше. Такое нервное напряжение, это изматывающе совершенно, потому что, значит, они идут неделю, примерно переход, 7 дней. Это день и ночь атаки с воздуха из-под воды, это и страх, это и физическое напряжение, это холод. Да холод всегда, в Арктике всегда холод, и летом. Но самое страшное — это еще и бессонница. Уснуть-то невозможно, постоянно тревога. Встреча иностранных моряков с советскими. Улыбки и рукопожатия, как всегда в таких случаях, по просьбе кинооператора. Боевая дружба. Война делает исключение из строжайшего советского правила. Запрещена всякая дружба с иностранцами. За нее легко получить 58-ю статью. Но на войне контрразведка СМЕРШ не мешает. Она знает, что эти парни действительно вместе рискуют жизнью. Баренцево и Белая моря. Мурманско-Архангельск. Две точки, через которые в Советский Союз вливаются не только ленд-лизовские грузы, но и первые представления наши о капиталистах. Самая поразительная встреча с капитализмом случится у моряков Северного флота в гальюне. Да-да, в туалете. Наши парни, привыкшие бриться даже куском стекла, в лучшем случае опасной бритвой, в умывальниках иностранных судов найдут безопасный бритвенный станок. Приходили английские корабли, боевые крупные, приглашали туда наших офицеров. А у них в галюнах, в туалетах, умывальниках лежали стопочки, жилетовские лезли. Ну, можно было, значит, после прихода русских, да, это вроде бы неудобно. Но уже Фразов сказал, так сказать, командование, отдай, отдайте русским, нечем бриться. Они сами потом, значит, отсыпали уже и говорили, что, ребята, ну, мы понимаем, вот вам и мыло можем. У капиталистов тоже складываются свои представления о жизни в России. Их убивала грязь, их убивало, например, вот то, что я помню, это сильные очень британские впечатления, впечатления иностранцев. Их убивало то, что русские женщины в основном работали на разгрузке пароходов. Мужчины-то на фронте, это понятно. И они таскают эти огромные бревна, как они пишут, и при этом еще и песни поют. Их поражало то, что они не похожи на женщин. Ну, понятно, что война их всех, так сказать, уравняла, на всех фуфайки надела. Черчилль Сталину, прошу вас, вы не будьте очень строги с нашими моряками, которые приходят в Мурманск и начинают там хулиганить. Хулиганить на берегу – любимый досуг моряков и в мирное время. А уж в войну, после смертельного риска, в Мурманске и Архангельске входят в моду международные драки. Англичане бьют американцев за развязность, а те англичанцы – снобизм. Но с советскими конфликтов нет. Наоборот, в простенькой кафешке для простых матросов, быстро названной «американка», очень все мирно. Нам давали бутылку виски в месяц. Ну, представьте себе, что это такое, бутылка на месяц. Еще было пиво. Я думаю, это было русское пиво. Оно было не очень хорошим. Не было хорошим в принципе, совсем не пьяным. Но было еще кое-что поразившее иностранцев. Страшный голод. В Архангельске норма продовольствия почти как в блокадном Ленинграде. И при этом жители города, падая в голодные обмороки, работают в порту на разгрузке кораблей, чьи трюмы забиты едой. Однако еда в Архангельске почти не задерживается, уходит вглубь страны. Как-то со мной заговорил один человек на улице. Он спросил, у вас есть еда? Да, есть. Тогда он сказал, у меня две дочери, 16 лет и 18. Можешь выбрать любую в обмен на еду. А в соседнем доме жила собака, и однажды она пропала. Оказалось, хозяева ее... Вместе с обычными грузами Ленд-Лиза, оружием, боеприпасами, продуктами приходят послания от простых англичан и американцев. От детей города Кингстон-на-Темзи, московские дети. Для жителей Кингстон-на-Темзи нет Мурманска и Архангельска. Для них вся Россия – это Москва. А сообразительные московские, то есть советские дети, быстро вступят с иностранными моряками в деловые отношения. Значки, самодельные ножи финки – все выгодно меняется на иностранный товар. Молоко сгущенное, шоколад, ну все. Один раз я даже гандару не купил. Подсунул мне все. Думаю, что это такое? Ну, такое дирижабль надули. Когда негра первого увидели, мы бежали сломя голову. Потом он уже пришел на крылечко, и вот Любу, сестру, возьмет, она у нас беленькая, он уже ей и жвачки, и то, и то. Потом возьмет, ее на колени посадит, гладит по голове. Люба, Люба, значит, отдай мне свои волосы, а я тебе отдам свои волосы. Он пока стоянка была, и все сходил. Показывали они, вот, ни хулиганисты, ничего. В составе самого первого конвоя, пришедшего в Архангельск в августе 41-го года, был темнокожий боцман, которого звали просто Бой, мальчишка. Вот он на кадрах хроники. Вел себя Бой вполне по-мальчишески, и ровно через 9 месяцев после отъезда его на родину в Архангельске родился мальчик. Вот этот. Он станет знаменит на всю страну, когда сыграет Максимку в одноименном кинофильме. Tell me, what is your name? Толя Бавыкин, первый советский темнокожий мальчик. My name is boy. Мы сами водили камрадов. А девка? А джиги-джиги просит, да как его не поведет? Ну и знаешь, если знаешь таких дел, сразу ведешь. Английские моряки с нашими девушками вот любили ездить на остров Зеленец, что находится вот там вот на противоположном берегу. Там пляж, кустарник, там очень уютно. Там можно укрыться от КГБшников, потому что они не спускали глаз девчонок. Центральная площадь Мурманска. В войну здесь был филиал западной жизни, интерклуб для офицеров иностранных конвоев. Такой же был и в Архангельске. Кино, танцы, заморская выпивка и сигары, как будто нету за окнами никакой войны. Чтобы гости оттуда не скучали, в интерклуб на танцы пропускают советских девушек. Не всех, а лишь тех, кого проверили на благонадежность соответствующие органы. Общаться с иностранцами должны только лучшие. Иностранные ветераны конвоев, они вспоминают забавные случаи, когда имели разговоры и связи с нашими русскими девушками, как правило, переводчиками. Когда одна девушка по имени Соня к одному из моряков, Джону, стала с ним танцевать в интерклубе. И вот он описывает в своих воспоминаниях, что, дескать, пока мы танцевали два или три танца, она мне все пыталась рассказать теорию Маркса. По возвращении из интерклуба, из той жизни в эту, передовых советских барышень встречают чекисты для вежливой беседы. В итоге некоторым девушкам эти танцы в интерклубе поломали жизнь покруче, чем война. Он ходил целый день по коридору в пижаме и в халате. Я говорю, скажите вашему приятелю, чтобы в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Почему он ходит целый день по коридору в пижаме и в халате? Это неприлично. Здесь же женщины ходят, дамы, и все, нельзя. Он вызывает ему, простите его, у него нечего одеть. Вот придут вещи из Англии, тогда он будет одет. А так, он говорит, он тонул, что ли, или тонул, или... Ну, короче говоря, наверное, тонул. И все его вещи потонули, да, и у него, говорит, ничего нет. С этого все и началось. Простая советская девушка Люда отчитала английского аристократа капитана Сквайра за отсутствие манер. Но очень скоро забыла и про манеры, и про жениха-летчика, и про то, что папа выгонит из дому, если узнает, что дочь встречается с иностранцем. Люда едет в Москву, в английское посольство. И уже на правах миссис Сквайр ждет разрешения уехать в Англию с мужем. Я уже все это забыла. И не помню, в каком году меня арестовали. Это я уже и не помню сейчас. Ее арестовали в 46-м году. 10 лет лагерей за шпионаж. Вместо Англии в город Братск. По этапу. С мужем, капитаном Сквайром, которого еще до ареста Людмилы спешно и навсегда отозвали в Англию, она больше никогда не увидится. Не помню уже, когда мы прощались. Не помню, это вы уже... Это вы задаете трудные вопросы. Я не помню, когда мы... Когда мы... Насколько мы прощались. Не помню. Наши дни. Метеостанция на острове Мудьюк в Белом море. Эти старинные домики свидетели еще Первой мировой войны, уж тем более Великой Отечественной. Сегодня здесь собирают данные о погоде такими же способами, что 65 и даже 95 лет назад. Смотрим в бинокль и определяем. Все прекрасно видно, какой возраст льда. Сейчас льда нету, сейчас мы определяем волнение. А волнение мы определяем с берега, высоту волны. Светлана Цыплакова работает на этой затерянной в море станции уже 30 лет. Каждый день она поднимается на вышку, чтобы взглянуть на горизонт и понять, чего ждать от погоды в ближайшее время. Точно так же работали здесь во время войны ее коллеги, военные метеорологи. Ценой их прогноза была человеческая жизнь. Эту метеостанцию, как и многие, немцы обстреливали. С подлодок, с самолетов. Но метеорологи работали. Знаешь погоду, выигрываешь бой. После войны окажется, что совсем недалеко отсюда, в нескольких километрах, работала и немецкая станция, автоматическая. Но обнаружили ее только после войны. 29 и 6. От метеорологов всегда и везде ждут хорошие погоды. Солнце, штиль, тепло. Но во время войны на севере люди радовались, когда приходил плохой прогноз. Потому что в хорошую погоду каравану судов, идущему в Советский Союз, гораздо легче было стать мишенью. 27 июня 1942 года. Северная Атлантика, Исландия. Из Портера и Кьявик в Архангельск выдвигаются по курсу Норд-Норд-Ост. Огромный караван под плагами Англии, Соединенных Штатов и Советского Союза. 35 грузовых транспортов и 21 корабль охранения, в том числе 4 крейсера. Конвой растянут на десятки миль. Близко друг к другу идти нельзя. Так легче стать мишенью для подлодок и самолетов. Лучшее время для их охоты на караваны. Круглые сутки светло. Полярный день. На 20-м градусе восточной долготы к охране конвоя должны подключиться советские корабли. Это место самое опасное. Его зовут Коридор Смерти. Между островом Медвежий и берегами Норвегии, занятыми немцами. 5 июля 1942 года из своей базы в Норвегии выходит на охоту за судами конвоя ПК-17 самый большой корабль войны. Немецкий линкор Тирпиц. Дальнейшие описывали по-разному. Нет единого ответа, почему все произошло так, как произошло. У первого английского лорда щелкнуло, что Тирпиц выходит и черт с ним, с конвоем. Надо утопить Тирпиц. Надо не пустить Тирпиц на запад, потому что это тоже было сложно. И конвой для них сразу стал второстепенным делом. И тогда он отдал бездумное распоряжение отозвать все английские миноносцы от охранения конвоя и перевезти их к крейсерам, чтобы они усилили отряд, который должен был воевать с Тирпицем. И конвой остался без охранения. А конвой без охранения, это для подводных лодок и для самолетов, это просто куча целей. Это только одна из версий гибели каравана. Вот две другие. Англичане испугались, и конвой рассредоточился, чтобы не быть кучной мишенью для Тирпица. Или хитрый Черчи сознательно подставил караван, чтобы прекратить конвойные поставки, потому что это слишком опасно и дорого. Но людям на судах каравана было все равно, почему он остался без защиты, и каждое судно должно спасаться в одиночку. Для немецких подлодок и самолетов не было проблем, даже без участия линкора Тирпиц, атаковать почти беззащитный конвой. Сотни людей оказались в студеной даже летом арктической воде. Только отдельным судам было разрешено останавливаться для спасения тонущих. И вот ты видишь, человек бросает ему конец, он его хватает, если он неопытный, а конец обледенелый, и он сразу скользит вдоль каната вниз и уже не всплывает. Кто поопытнее, кто обвяжет себя концом, тогда его могут вытащить. Штурман Анатолий Лившиц один из тех, кому пришлось спасать моряков каравана ПК-17. Это был спасательный бот большой, и он под парусами 8 дней шел, пока мы его нашли. Там оказались не только англичане, но там оказалось 8 человек русских моряков. И когда мы их подняли, то они только часов через 10 признались, что они русские, потому что 7 суток они плыли почти без еды и без воды, в голове у них уже затуманилось, и не поняли, кто их подобрал, русские или немцы. Только когда они разобрались, что подобрали свои, то они заговорили по-русски. Но этот день, 5 июля 42-го года, был не только днем потерь, но и днем славы советского подводника Николая Лунина. Его лодка К-21 сумела обнаружить тот самый гигантский Тирпиц и дать залп из кормовых торпедных аппаратов. По сей день идут споры, Лунин попал в Тирпиц или нет. Советская версия попал двумя торпедами, немецкая совсем другая. Но так или иначе, гигантский линкор спешно спрятался во фьордах. ПК-17 был самым большим арктическим конвоем. Но в итоге из 35 судов до советских портов добрались только 11. На дно ушли сотни танков, самолетов и орудий, ехавших в СССР. Потери чудовищные. 500 миллионов долларов. В тех ценах. Число погибших неизвестно. Командующий Северным флотом адмирал Головков всю войну ведет дневник. После гибели ПК-17 в дневнике большой пропуск. В конвоях тоже. В 5 ближайших месяцев они не будут ходить в Советский Союз. Эта пауза в конвоях нам стоила довольно дорого. Тут же очень сложная цепочка. Не поступают там импортные красители и алюминий. Некоторые не поступают конвоями пропитка для фанеры, из которой делают самолеты. Благодаря чему фанера не горит. Наши яки начинают гореть над Сталинградом. В августе 42-го года Черчилль приезжает в Москву. С тем, чтобы сгладить как-то вот этот конфликт. Ну, только что в июле разгромили ПК-17, а в августе месяце он в Москве. И первые два дня переговоров Черчилля и Сталина были на повышенных тонах. Я думаю, что вот эти повышенные тона и отражали в какой-то степени температуру отношений между Великобританией и Советским Союзом, между Черчиллем и Сталином. Сталин обвинил его во всех смертных грехах, что вы, бескать, воевать боитесь. Под охраной кораблей Северного флота караван продолжает свой путь в порт назначения. В 70-е годы это все было, даже эти нары были. Телефоны, аппараты стояли какие-то в сторону Средней Мустатунтри. Там есть примерно такая же пещера. В пещере была дверь, которая вела влево. Это корабельная такая дверь. Она была закрыта. И вот все говорили, нельзя открывать, она заминирована. Приехала партия геологов, и новый парень, которому не сказали, что дверь нельзя открывать, значит, он взял фонарик и пошел исследовать эту пещеру. Увидел дверь, естественно, в азарте бросился открывать ее, открыл, зашел в это помещение. Там помещение немножко поменьше такое. За столом сидит немец, эсэсовец. То есть, ну, видать, в пещере какая-то обстановка, что он забальзамировался. То есть он китер, все, пистолет вальтер лежит. То есть он, ребят, застрелился и остался в этой пещере. Немца там трудный запрещен, рассыпался. Немецкая пещера выбита прямо в скале хребта Муста-Тунтуре, в 130 километрах от Мурманска. Здесь каждый день с июня 41-го года по октябрь 44-го мы держали границу. Из этого немецкого укрытия в пещере до линии наших окопов 30 метров. Отсюда отлично вооруженные, сытые, тренированные горные егеря генерала Дитля видят наших солдат как на ладони. Это все на виду у немцев. Вот смотрите, вот немецкие позиции, вот они рядом. Это надо было ночью все это затащить тихо, чтобы было не слышно. Надо было все это собрать. И потом в этот бронеколпак садился боец, который оставался на виду у немцев. Но зато он мог и немцев поражать. Уже выйти отсюда он не мог. Наверняка какой-то парень здесь навечно остался в этом бронеколпаке. Потому что немцы, у них там орудия стояли, видите, практически прямой наводкой. Этот бронеколпак был расстрелян. Заряженный немецкий огнемет. Как будто война закончилась только вчера. Немцы сидели вот в подземелье, катакомба, вы видите. Вот если они увидели, что русские атакуют, кнопочку нажал, там дистанционное управление. Вот взрывается патрон специальный и горючая смесь на 60 метров. Все выжигает. У нас таких не было. А мы духом их победили. Немцы вообще не понимали, вот как это можно умирать. Когда есть возможность, руки поднять. На русском севере очень трудно воевать. Длинная полярная ночь, непредсказуемая погода, снег, большую часть времени и очень холодно. Типичная северная болезнь цинга. Вот как спасаются от нее немцы. Пьют морщий с рыбий жир. Нашим тоже полагается специальная пищевая добавка. 25 грамм сала в сутки. Немцы ходят по снегу в огромных меховых ботинках на широкой плоской подошве, чтобы не проваливаться. Наши носят обычные сапоги и валенки, промокающие в снегу. Болезни, обморожения. И самая главная русская беда – дороги. Точнее, полная отсутствие. В этих условиях автомобили и танки бесполезны, застревают. Передовая остается без снабжения, не вывезти раненых, не подвезти оружие и продовольствие. Это проблема и для нас, и для немцев. Но мы ее решаем совершенно по-разному. Немецкий способ. Канатная дорога длиной 60 километров от печенки до передовой. Опорные 5-метровые столбы. Через каждые полкилометра дизель. По тросам со скоростью 8 километров в час движутся вагонетки с грузами. В час. Таким образом, можно перебросить до передовой 10 тонн. Русский способ. В тундре жизнь меняется медленно. В 21 веке здесь все так же, как и в 15. Вторая мировая война. Уже летают скоростные истребители. Прочесывают моря под лодки. Кто может представить, что самым эффективным транспортом на севере окажутся олень? Масштабная мобилизация оленей. Их сотнями гонят из Наренмарской тундры, грузят в поезда и везут сюда, в Мурманск и Архангельск. Здесь они главный транспорт. Доставляют к местам боев продукты и оружие, вывозят раненых и сломанную технику. Вот фото. Сбитый немецкий самолет на советской оленье упряжке. Вместе с оленями на фронт попадают и их каюры. Ненцы. Коренной северный народ. Кроме них с оленями никто не справится. Ненцы боятся за оленей больше, чем за себя, потому что олень главный кормилец. А советское командование боится, что ненцы, в большинстве случаев не говорящие по-русски, случайно перейдут на сторону врага. Ненцы к немцам. Переживают зря. Ненцы не перейдут. При такой мужественности, при такой отваге, понятно, что они и вели себя замечательно на фронте. Но тоже со специфическими особенностями, национальными особенностями. Но, в частности, они считали, во-первых, конечно, их старались разводить. Старались не давать им возможности общения, потому что они не видели, как бы, не соблюдали, ну, чаще всего не блюли присягу, да, не соблюдали правил каких-то, которые предполагают устав. Им запрещалось общаться на родном языке. Если они встречались и видят, что русские ничего не понимают в оленях, они очень презрительно, в какой-то степени, там, знаете, называли своих командиров, что, ну, вот он ничего в оленях не понимает, а мой командир, что за ерунда такая. Про эти круги в двухстах километрах от Мурманска до сих пор рассказывают сказки НЛО. На самом деле это, ну, как бы, орудийный дворик, очень хорошо сделанный, толково. Почему круглый? Потому что, ну, во-первых, орудие, оно корабельное. У немцев были проблемы с орудиями, с артиллерией, вообще не хватало полевой артиллерии. Вот, поэтому они снимали орудия из кораблей, которые там были торпедированы. Ну, потрясает, конечно, как это все сделано. Это подземелье, там вот вход, здесь же выход есть оттуда. Это все там подземные казематы. Как будто вчера построили. Стяночки ровненькие все, ступенечки. Прикрывал какое огромное пространство. Этот немецкий ДОТ, как десятки других здесь сопках, в войну прикрывает Линохамари, германскую базу в Печенском заливе. Линохамари – ключевая точка. Отсюда в Германию переправляют никель, отсюда выходят корабли, охотятся на полярные конвои. Бухта закрыта со всех сторон. Входы в залив простреливаются немцами. Они называют Линохамари крепостью, которую нельзя взять. Но мы возьмем. Дерзкая идея адмирала Головко, почти авантюра. В октябре 44-го десантная группа из добровольцев, а тогда все думали, что смертников, прокрадывается в Печенский залив и захватывает главный немецкий опорный пункт на мысе Крестовой. Когда немцы, оторопевшие от дерзости, обнаружат у себя под носом наши катера, уже будет поздно. Они окружены, сдают оружие. Наши потери всего четверо убитых и семь раненых. Блестящая операция «Головко» станет эталоном морского десанта. 50 лет после войны Линохамари будет нашей морской базой. В последние годы 20-го века здесь еще кипела жизнь, пока не расформировали гарнизон. Сегодня здесь декорация фантастического фильма. Мертвые слепые дома, ржавые трупы кораблей на берегу залива и портрет Ленина на скале. Взятие Линохамари позволит провести нам через залив части морской пехоты, которые сутки спустя захватят Печенгу. Видна Печенга. Город горит, подощенный врагом. За несколько недель мы очистим от немцев весь север. И 15 ноября этот фронт, Карельский, расформирует. Дивизию самонадеянного генерала постигла общая участь битых Красной армии немецких войск. Война и смерть все перемешали. Они лежат под Печенгой все вместе, наши и немцы. После войны здесь было футбольное поле, прямо поверх могил. Потом поселок. Теперь, наконец, два мемориала рядом. Аккуратный немецкий. Здесь находится кладбище горных егерей, состоящее из многих тысяч могил. И недостроенный наш. Здесь раньше была надпись «Вечная слава героям». Две буквы на нетовыряются. Рей его сбивает все время. Сейчас вечная слава. А здесь вот мы сражались за родину. Вот это немецкое кладбище. Я не знаю, за что они сражались. А нас тут уже как бы... Я хорошо помню День Победы. Как по другой стороне нашей улицы идет женщина и на взрыв плачет. На фоне деревянной застройки, по деревянной мостовой. На взрыв, на взрыв плачет. Я выйду на парадное крыльцо нашего дома. Опять же, дореволюционного, такого односемейного, особнякарно. Я побежал в глубь коридора матери сказать, что вот там что-то женщина. А она мне коротко говорит «Победа». Американцы начали на своих пароходах это салюты, бьют и бьют, стреляют, такие ракеты, ракеты. Все поняли, все, война кончилась. А нам-то ничего не сообщили. И вот радио включено в 6 утра, ждем, нет. 6 часов, ну вот не знаю, число, наверное, в 7 или в 8 объявили. А мы в школу, мы же преданные. Мы в школу, бежим в школу. А там говорят, куда? Какая школа? Победа. Сразу после конца войны союзники потребуют вернуть всю ленд-лизовскую технику. Или оплатить ее. Долг по ленд-лизу мы не выплатили до сих пор. В пересчете на нынешние деньги мы должны американцам сотни миллионов долларов. Срок пока отодвинут. На 2030 год. Дневник командующего Северным флотом адмирала Головко. Последняя военная запись. У меня самого довольно смешанные чувства. С одной стороны рад победе, с другой чувство своей ненужности. Война окончилась, необходимость в нас миновала. Но адмирал Головко ошибался. Скоро тут начнется новая битва за Север. Гораздо более грандиозная. И Северный флот будет играть в ней наиважнейшую роль. Сам же адмирал станет жертвой этой битвы. Во время ядерных испытаний на Новой Земле он схватит смертельную дозу радиации. И погибнет в 55 лет. Ты мой золотой мальчик, ты мой хороший маленький мой, рыжулечка моя, деточка моя, ой, ты мой красавец, ой, ты мой хороший котярочка моя, лапочка моя. Людмила Михайловна Сквайр вышла на свободу в 55-м году. Она всю жизнь проработала администратором в разных театрах страны, ни разу не была больше замужем и не завела детей. Не хочу ничего знать. Зачем? Зачем? Только травить свои лишние, лишние, свои сердца. Нет, не хочу. Бог с ним живет и живет. Пусть живет на здоровье. Людмила Михайловна говорит, что после освобождения ничего не слышала о своем бывшем муже капитане Питере Сквайре. И никогда не хотела ничего слышать. Но в ее комнате в Петербургском доме ветеранов сцены в ворохе фотографий хранится фото 92-го года. Почти не изменился. И фамилию Сквайр она не стала менять. Продолжение следует... Продолжение следует...